Казалось бы, чем нас могут удивить реки? Все они похожи друг на друга и отличаются разве что размерами, очертаниями русла да составом пойменной растительности. На самом деле реки уникальны, и у каждой есть свой неповторимый характер. Среди них есть мощные и могучие, как нил, а есть маленькие и спокойные, есть чистые и прозрачные, как голубая река Гренландии, а есть мутные и грязные, как река Хуанхэ. Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает познакомиться с необыкновенными реками, которые поражают и завораживают каждого, кто увидел их хотя бы раз. Во многих странах 14 марта отмечается Международный день рек. Его основали в 1998 году для борьбы с плотинами, а также для поддержки чистоты водоемов. Реки, без сомнения, это красивейшие объекты природы, а кроме того, они просто необходимы для существования жизни на планете. Давайте отправимся в путешествие по континентам и посетим самые необычные реки. Если посчитать протяженность всех рек в России, то получится впечатляющая цифра – более 6,5 миллионов километров. И среди них есть небольшие речушки, а есть длинные, входящие в рейтинг крупнейших рек на планете. И среди них – река Волга. История России и Волги тесно переплелись. Многие решающие исторические события произошли именно здесь. Поэтому ее с полным основанием можно назвать главной рекой и символом государства. Она и поныне является одним из важнейших водных путей, связывающим далекий север с южными регионами. За всю историю ее существования накопилось множество необычных и интересных фактов, узнать о которых будет небезынтересно детям и взрослых. По предположению ученых, возраст Волги – более 5 миллионов лет, а нынешнее русло появилось после схода ледника. В древности Волгу называли «Ра», что означает «щедрая». А еще Волга – самая полноводная река Европы. В реке водится более 70 различных видов рыб. Самая большая – белуга. Она может достигать 5 метров в длину и весить больше тонны. А в южной части реки встречаются птицы фламинго. Можно увидеть и цветущие лотосы. Сибирская река Лена держит первенство по длине русла среди российских рек. Лену можно назвать одной из самых широких рек. Разлив акватории иногда достигает 30 километров. Река полностью протекает в районе вечной мерзлоты. Таких рек в России больше нет. А вода в период паводков может подниматься до отметки в 10-15 метров. Узнав название реки Солянка, которая протекает в Якутии, можно сделать предположение, что названа она так неспроста. И действительно, русло реки располагается на известняковых породах, а ниже находятся огромные пласты соли. Роднички, питающие речку из подземных вод, просачиваются сквозь соляную толщу и приобретают соленый вкус. Самая холодная река – Индигирка. Она течет среди снегов прямо к Северному Ледовитому океану. Зимой в нижнем течении река промерзает насквозь. На берегу Индигирки стоит поселок Воймекон. Здесь зафиксирована самая низкая температура на Земле – минус 68 градусов. Самая горячая река на Земле, которую еще называют кипящей рекой, Шанай-Тимпишка – приток Амазонки. Температура воды этой реки в разных участках от 45 до почти до 100 градусов. Имя этой реки в переводе означает «разогретое жаром солнце». Но причиной таких температур является геотермальный источник. В Западной Австралии есть очень удивительная река – Гаскоин. Река-то есть, и на карте она обозначена, но увидеть ее невозможно. На месте русла широкой полосой лежит песок, а река прячется под песком, и немалая – у нее целых 36 притоков. «Гаскоин» метко называют «река вверх-вниз» или же «река наоборот». В мире существуют водные потоки, которые текут не только по поверхности Земли, но и периодически уходят под землю. На пути таких рек и горы не помеха. Такой, например, является река Сим на южном Урале. Она уходит под землю у подножия горы, а на поверхность выходит с другой ее стороны. Оказывается, на нашей планете существуют и совсем необычные реки. В 2010 году на дне Черного моря была обнаружена уникальная река – подводная. Удивительная река имеет такие же элементы, как и поверхностные реки – берега, водопады, пороги и даже водовороты. Последние, кстати, закручиваются не против часовой стрелки, как у всех рек Северного полушария, а по ней. Воды необычной подводной реки в несколько раз солонее окружающей морской воды. Длина этой уникальной реки составляет 60 километров, а скорость течения – 6,5 километров в час. Если бы эта необычная река текла по поверхности земли, она была бы шестой по полноводности рекой мира. На просторах Южной Америки можно увидеть самую загадочную, непостоянную и исчезающую с появлением солнца реку. Местные племена называют ее Уата-рике, что значит «ночная бабочка». Ежедневно, с наступлением ночи, пробегает она по иссушенной земле, наполняясь влагой. С восходом солнца поток словно по мановению волшебной палочки исчезает. Секрет в том, что питают реку растаявшие за день снега Ант, вода которой, стихая с гор ручеками, доходит до русла Уата-рике только к вечеру. За ночь запас воды истощается, и речка прекращает свое существование до следующей ночи. Каких только рек нет на нашей планете, но самой красочной, без сомнения, является колумбийская Канто-Кристаллес, река пяти цветов. Разнообразие цветов речной воде придают живущие в ней водоросли красного, малинового, желтого, зеленого и синего цветов. Вода в речке практически не содержит минералов и солей, и для питья она непригодна. Однако в ней живут небольшие рыбки, которые все-таки находят в себе пропитание. Река Канью-Кристаллес, конечно же, самая яркая и живописная река. Когда видишь ее, кажется, будто под водой расстелен мохнатый разноцветный ковер. Долгое время считалось, что в Антарктиде из-за низких температур рек быть не может. Оказалось, они там есть. И река Оникс самая длинная среди них. Ее протяженность 30 километров, но для ледяного континента это уже очень много. Однако изюминка в том, что течет она всего два месяца в году, а в остальное время стоит промерзшая до самого дна. Вот такие необычные реки существуют на нашей планете. А если вы хотите узнать еще много интересного о реках, советуем вам прочитать эти книги.